Что есть разница между тем, кто помогает неверующим по причине любви к их религии, по причине желания того, чтобы неверие одержало верх над исламом, по причине того, чтобы куфр был выше, чем таухид, то такой человек становится неверующим. Если же человек преследует цель, как это часто бывает, заработать деньги. Представьте себе на примере, допустим, идет сражение между мусульманами и неверующими. И какой-то человек из числа мусульман помогает неверующим. Допустим, снабжает их продовольствием, или возит им горючее, или тому подобное. И если вы у него спросите, имеем ли мы право сразу вынести решение относительно этого человека, что он неверующий? Нет. Должен быть алистивсар кобля линькар. Но мы должны уточнить, почему ты это делаешь? Если он скажет, да потому что я хочу, чтобы они одержали верх, надоело мне уже жить в нашем государстве, где постоянно заставляют молиться, где заставляют закрывать магазины во время намаза, где нельзя в Рамадан поесть спокойно на улице, я устал от этого всего, я не желаю этого всего, я хочу, чтобы они одержали верх, я наконец-то спокойно вздохнул, то такой человек муртад становится вероступным. Если же он скажет, поймите меня, я люблю ислам, но у меня 4 жены и 15 детей, я как-то должен их кормить, они платят мне за это хорошие деньги, только по причине этого я им помогаю, я не желаю неверия, я недоволен их поступком, но я не нашел иного выхода, то такой человек совершает великий грех, но не выходит из ислама, он остается мусульманином и не становится муртаддом. Это мы поняли, исходя из хадиса, что пророк, саллиллаху алейху ассалям, уточнил, почему хатеб поступил таким образом, для того, чтобы вынести правильное решение. И также, исходя из аята, где Всевышний Аллах, субханаху атааля, сказал, Аят был неспособен по причине этой истории, и Всевышний Аллах в самом начале этого аята обращается к тем, кто проявил любовь и оказал помощь врагам Аллаха и врагам мусульман, обращается к ним с именем веры, говорит, о те, которые уверовали. Если бы этот поступок вывел их из ислама, то Всевышний Аллах не обратился бы к ним в бисмель-иман, назвав их верующими. Некоторые люди могут сказать, этот хадис относится только к участникам Бадра, ведь пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, воистину он участвовал в битве Бадр, и Аллах, субханаху атааля, посмотрел на участников битвы Бадр и сказал, совершайте, что хотите, вам уже было прощено. Однако в наше время, если кто-то совершит подобное и поможет неверующим с целью постижения каких-либо благ из этой дуни, то он все равно станет неверующим, потому что он не из числа участников битвы Бадр, и это его не касается, то мы скажем, в вашем же доводе есть довод против вас самих. Ведь Всевышний Аллах, субханаху атааля, не сделал причиной того, что он не впал в неверие его участия в битве Бадр. Нет, Всевышний Аллах, субханаху атааля, сказал об этом, потому что знал, что участники битвы в Бадр не впадут в куфор, и сказал, возможно, Аллах посмотрел на участников битвы Бадр и сказал, вам было прощено, совершайте, что хотите. Также на это указ дотаят, где Всевышний Аллах, субханаху атааля, обращается к ним с именем веры, сказав, «Я юхаля дина аману, о те, которые уверовали, не берите моего и вашего врага себе друзьями». Однако, если бы человек впал в куфор или в ширк, то известно, что Всевышний Аллах, субханаху атааля, не прощает куфры и не прощает ширка никому. И участие в битве Бадр не могло бы послужить причиной тому, что Аллах, субханаху атааля, отречется от своих слов и простит им даже неверие и куфры. Всевышний Аллах, субханаху атааля, даже обращаясь к пророку, говорит, «Ла ин ашракта, ла яхбатанна амалюк» «Даже если ты совершишь ширк, о пророк, то тщетными окажутся все твои деяния, то есть сотрутся все твои деяния. А кто может быть лучше самого пророка Мухаммада?» Саллиллаху алейхи вассалям. Исходя из этого, мы понимаем, что в этом вопросе есть тавсиль. Нельзя выносить однозначные решения относительно тех, кто оказал помощь неверующим. А нужно посмотреть в чем, что легло в основу этого, что побудило его совершить это деяние. И либо это будет грехом, либо это будет куфром, выводящим из ислама.